Привет-привет! Всем тут загляну на мой канал. Меня зовут Лена Воз и готовьте. Сегодня у меня распаковочное видео. Будут две посылочки. Одна из магазина Скраб Сова. Вы уже, наверное, его знаете хорошо. Это Аня. Она делает просто замечательные цветочки ручной работы. А вторая это магазин Жар Птицы. Я там участвовала в распродаже. У них была месяца два, наверное, назад или полтора, что-то такое. Потом я тут же участвовала в закупке, поэтому я собирала туда. И еще что-то из наличия потом добирала. Уже, тесно, плохо помню, что я там брала. Кроме того, что я брала там воски. Вот воски попробуем от Примы. Что? Приятного вам просмотра. Давайте распаковывать. Первая у меня посылочка от Ани, студия Скраб Сова. Что? Аня хотела купить у меня мастер-класс или группу со скетчем. Я уж точно не помню. Ей предложила бартер. Давай, говорит, ты мне лучше сделаешь цветочки, а я тебе так в группу добавлю. Вот. Но я ожидала, что она мне там один-два наборчика. Там сумма, по-моему, группа была-то у меня тысяча рублей. Думаю, ну один-два наборчика пришлет. Смотрите, она мне сделала тут целую коробку цветов. Аня, спасибо огромное. У меня много цветов от разных мастеров. У меня, ну, все почти цветы от ручной работы. И все я люблю, всеми пользуюсь. И тем не менее, несмотря на то, что много, их всегда не хватает. Потому что вот сейчас я сидела, делала египетский альбом. И прям с трудом я подобрала цветы. И то так, они не идеальны. Я их там немножко тонировала, и они не главные. Вот, так что вот все равно мне нет каких-то цветов, да? Смотрите, как здорово здесь упакована студия. Скраб сова, наклеечка. Тик-тик-тик. И красивая тишью бумажка. А на что будем в коробочке смотреть? Ого, тут еще кружево. Аня. Так, давайте верить в чудеса, ведь скоро Новый год. Какая красота. Блин, повешу что-то на стенку себе. Будет у меня мотивационная такая надпись. Вот. Так, здесь кружево. Это вообще неожиданно. Наверное, это лично мне такой комплимент. Вот. Оно, конечно, искусственное. Наверное, не рвется. Но оно не блестит. Ну, не видно блеска. Вот. Поэтому такое кружево можно резать даже ножницами. И тоже как такое, как хлопковое обрывчатое применять. Вот. Какое красивое на фрагменты можно. Можно целиком куда-то. Как раз, мне кажется, напоминает снежинки. Можно на новогодние работы пустить. Так. Вот, собственно, логотип совушка. Скраб сова, да? Студия Скраб сова. Тут пожелания мне, да? Аня, спасибо большое. Так. Вот здесь еще вижу сразу. А, это-то... Визитка. Да. Я ссылочку оставлю на магазин. У Ани, кстати, очень-очень приятные цены на цветочки. А разнообразие большое. И Аня прям, ну, честно сказать, за последний год, наверное, так выросла в плане цветов. Они и до этого у него были красивые. Но сейчас просто невероятный уровень. Вы видите, да, уже. Аня спросила меня, какие. Я сказала, что у меня нет вообще пуансетти. Сейчас вообще никаких нет. Поэтому говорю, сделай мне пуансетти. Но я, по-моему, ей кидала, что под коллекцию Пятницы 13. Ну, их же там и вот такая вот в бежево-зеленом тонень. Красный есть. Видите, она мне разные сделала. Так, давайте, давайте открывать и смотреть. Собственно, будем делать мы это вот так. Ну, как, получилось? У меня чудо монтажа нет. Так, первый наборчик вот такой. Люблю-люблю, когда цветы идут с каким-то штампингом. Это всегда так усложняет. Их делает такими детальными. Ну, красота. Именно под коллекцию Пятницы. Сейчас, если я ее достану здесь. Вот, я нашла маленький наборчик. Вот, Козья Винта. Видите, она такая в зеленое, в теплых бежевых тонах. И идеально. Аня, идеально. Спасибо огромное. Мне нравится, что здесь, да, два масштаба есть, да. И вот они по цвету разные, да. Несмотря на то, что небольшой наборчик по количеству. Но цвета все, что есть нужные. Они немножко с глиттером. Некоторые вот эти вот с капельками красивыми. И это все ткань, между прочим. С обратной стороны выглядит вот так. И вот так, да. Тут вот у нас эти штуки. Ну, тут все проклеено. Нужно будет срезать и приклеить. Очень красиво будет смотреться. Зеленый прям идеально совпал. Вот, красота. Так, открываем следующий наборчик цветочков. Так, следующий. Тут я остала уже по два набора, потому что они не сильно большие по количеству. И вот как раз два наборчика влезает. Вот такой интересный. Смотрите, какая ветка. Очень красиво. Мне кажется, это уже в весенние работы можно. Потому что здесь прямо, по-моему, это из Daily Like цветы. Принтованные. Так красиво смотрится. Все аккуратненько. Видите, завязан. И вот этот вот стебелечек, он жесткий. Можно, ну, там проволока, наверное, да, менять положение. Нигде клея не вижу. Очень аккуратно смотрится с обратной стороны. Ну, и с лицевой, конечно. Здорово. Они такие объемненькие. Держит форму. Красота. Вот это вообще очень круто. Слушайте, у меня здесь рядом есть. Нет. Ой, вот он, вот он, вот он. Ну, я опять к пятнице, да? У меня теперь все про пятницу. Вот он, Макси Креатив Пэта. Мини, мини. Вот они. Вот они, эти чешуйки. Вот прям они. Надо обязательно будет сделать работу. Именно с этими вырезалками, вот этими вот чешуйками. Тоже проволочка аккуратно сделана. Вот такие лепесточки. Они держат форму. Это все тоже тканевое. Вот такого я даже не видела ни у кого из мастеров. Может быть, конечно, я плохо приглядывалась, но очень круто смотрится. Так, и здесь пуансетти из калечки. Вот такой. Вот. Они, конечно, не сильно объемные, но вот хорошо как раз где-то внутри альбома, либо на открыточке. Такие воздушные, прям снежные. И это опять объемные пуансетти. В голубых и бежевых тонах. Видите, да? Так, вот. Красиво смотрится тоже. И бежевые у меня пойдут к пятнице, и голубые, мне кажется. Там тоже у нее были мотивы. Я все туда. Но на самом деле ни одной пятницы же делала зимние работы. Но в этом году я, наверное, не буду покупать новогоднюю бумагу. Вообще, наверное, какую-либо не буду. У меня там есть запасы небольшие старых коллекций. И я что, вот мне пришли еще новинки от Мистера Пейнтера. Вот и с этим всем надо перескрапивать. В пятницу 13. Опять же, у меня три набора новогодних, которые нужно скрапить, скрапить и скрапить. Так, складываем цветочки. Еще тут есть пуансетти и два сета, я смотрю. Слушайте, раскладываю тут цветы, поднимаю вот этот голубой наборчик. А там, смотрите, какая прелесть лежит. Ого, прям просто восторг. Ладно, я сейчас вернусь к этому. Так, еще два сета. Один вот такой вот в красных тонах только. Здесь есть еще маленькие вот такие вот цветочки. Здорово смотрятся и большие. Здорово, что они с золотыми серединками. Прям это новогода был такой. Золото с красным вообще супер смотрится. Такие аккуратные капельки на них. Вот, и вот это вот со штампингом с красными панцеттями. Да, тут все-таки серединки разные. С обратной стороны вот так. Ну, вы увидели уже. Тут, кстати, есть еще лепесточки вот такие просто плоские. Они тоже тканевые вырубленные. Вот, есть белые и зелененькие. И голубой сет. И в темных тонах. Красивые. Вот такие тонны темные. Такая холодная, суровая зима сразу видится в этих цветах. Ну, прям супер они вместе смотрятся. Вот так. Вот так три штучки. Уже открытка готова. Еще немножко добавить вырубки из еловых веточек. И будет просто супер. Мне хочется прям уже сесть за какие-то новогодние открыточки наделать в этом году именно с пуансеттями. Ой, здорово. Ань, спасибо именно за пуансетти. Потому что я их... Да я вообще цветы не умею делать. Пуансетти тем более. Я каждый год немножко пробую. У меня есть один нож. Но они у меня получаются плоские. Какие-то страшненькие, некрасивые. А каждый раз я вспоминаю о том, что нужно бы заказать пуансетти уже где-нибудь в конце ноября. И то есть они не успевают мне прийти. Поэтому в этом году спасибо огромное. Прям заранее, заранее все. Сейчас вот весь ноябрь можно творить новогодние работы и куда-то их реализовывать. Вот, вот красота какая зимняя. Немножко тут глиттер посыпался. Но это, наверное, ожидаемо. Так, что тут, что тут? Еще вот такие вот розовые сеты. Ну, давайте я уже не буду доставать красивые цвета. Такие бежевые, универсальные. Такие вот просто расходятся на раз. Многие коллекции и свадебные, и девочковые. Все-все в этих тонах. Таких персика, розовых, бежевых. Да, симпатично смотрится. Мне нравится стеснение у самих цветочков. Видите, так объемно лепестки смотрятся. И вот такой вариант. Еще тоже небольшие цветочки. Здесь два-три дизайна. Да, вот такой вот еще красивый. Тоже там стеснение. Вот здесь уже без тренировки. Но мне кажется, в нежных таких цветах она особо и не нужна. Вот. Они и так по себе прекрасные. Спасибо огромное. Я просто хочу скорее-скорее вот распаковать вот этот набор. О, он прям я. Он прям то, что мне нужно. Под какие-то винтажные проекты, растрепыши, эко даже работы. Что-то такое. Какая красота. Он такой большой по количеству. Смотрите, сколько здесь всего. О, и мне так нравится, что он потертый, да? Вот, вот. А вот этот, смотрите, как будто даже немножко уже увядающий цветочек. Блин. Аня, Аня, делай еще такие. Так, девочки, пишите, если вам тоже такой нравится наборчик. Пишите в комментариях, чтобы Аня знала об этом, что такие цветы популярны. Потому что, видите, вот он голубой как бы, но уже по краев начал желтеть. По краям начал желтеть. Увидать. Такие немножко осенние, как будто, да? Очень красиво сделаны. Эта тонировка шикарная. Так, это ткань, эта ткань. Это, мне кажется, тоже ткань, но какая-то другая. Она поплотнее, как будто с текстурой какой-то рогожки, что ли. Не знаю, вам видно или нет. Вот так с обратной стороны. Здорово. Вот их несколько таких дизайнов. Вот таких разных тут, да? Самих ножей. Вот такие малюшки. Красивые в композициях. Блин. Мне кажется, у меня есть подобные планы наборы. Мне напоминает, мне кажется, по-моему, у Summer Studio есть какой-то план набор в таких цветах. Ой, еще есть какие-то коллекции, на самом деле. У скрепочки, по-моему, несколько таких в холодно-бежевых тонах. Ну, у меня тоже есть что-нибудь в коллекции. Бумаги так точно уйдут, уйдут под винтажные мои работы. Спасибо, Аня, отдельно еще вот за этот набор. Просто вдохновение. Я обожаю все такое потертое. Немножко такое вот увядающее что-то такое с историей, как будто. Я решила их оставить здесь. Пусть они меня радуют. Так, еще здесь наборчик вот таких красненьких. Тоже похоже на пуансеттии. Иногда нужны такие маленькие цветочки. И вот буду использовать и вот такие вот серые. Тоже какая-то ткань, похоже даже на лен плотная. Но из нее тоже отлично вырублены цветы. Супер вообще. И еще из цветов здесь вот такие весенние, уже нежные. Цветочки бежевые. Вот эти вот немножко, видите, со штампингом, с тонировкой. Красивые. Так, еще здесь шоколадочки две. Спасибо большое. Аня, чайку попьем. Трубочка вот такая. Кстати, я их не покупаю. Ну, даже я не вижу, где купить их. Но иногда прям хочется где-то либо в композиции применить, либо даже в работе в американском стиле. Да, так что будет у меня спасибо большое. И тут вырубка. Вырубка новогодняя. Давайте посмотрим. Вот такие вот часики. Кстати, очень плотный, кажется. Только такой красивый. Вот такие рамочки большие. Шикарные. Так, вот такая веточка еловая. Супер. Еще оленей пару штук. Вот. Не знаю, что за нож. У меня вообще ни одного такого нет. Вот. Еще вот такая рамочка еловая. Они похожи прям на чуборд. Эти вырубки такие плотные. И вот эта вот уже была. Супер. Аня, спасибо огромное. Я прям даже не знаю. Надо еще тебе несколько групп моих добавить. Потому что это очень-очень много на ту стоимость, что у меня была по группам. Спасибо гигантское. Просто такое вдохновение. И запас пуансетти теперь у меня есть на новогодние работы. Это просто я мега рада. Теперь можно свободно творить, а не сидеть выдумывать, чем заменить цветок на открытки, на обложки альбома. Ссылочку на Аню обязательно оставлю в инстаграм и вконтакте. Подписывайтесь. Цветочков у Ани много и в наличии часто бывает. Она, по-моему, с этим делом не затягивает и очень часто выкладывает. Так, ну а вторая посылка это из магазина Шар-птица. Магазин находится в Калининграде. Ориентирован он в основном на американские закупки, польскую бумагу, Америка. Ну, в общем, иностранные, да. Ну и наш, по-моему, производитель там тоже достаточно широко распространение. Ох ты. Ммм, я что-то не помню. Мне кажется, это какой-то подарок мне. Потому что Зоя, да, я в прошлый раз неправильно произносила это у производителя. Я, мне кажется, не заказывала. Творчество требует смелости. Ничего не написано. Так, здесь вот такое кружево. Кружево я заказывала, но не это, мне кажется. Сейчас посмотрим. Если что, я тут подпишу. И оно, видите, отдельно так лежит. Обычно, когда заказываешь, оно как-то в пакетике, да. Здесь шоколадочка Шар-птица. Спасибо. Вот этот наборчик, я не помню, чтобы я заказывала. Так, вот у меня здесь несколько моих ведомостей. Елена Босс, это моя закупка из... Так, стоп. Вот у меня была закупка в Америке. Я участвовала в прям фотке, да. Подушечка и воск один. Потом пришла Америка. Я взяла из наличия, что пришло из Америки. Вот эти позиции. А это две ведомости на заказ. Штамп. Нет, нет этого набора. Это, наверное, магазин мне положил такой комплимент. Потому что девочки меня знают уже. И пару раз они даже мне присылали на обзор коллекции. Ну что, спасибо большое. Будем смотреть эту коллекцию. Я еще не покупала. И она прям очень симпатичная. Сейчас давайте сначала посмотрим мой заказ. Потом вернемся к этому наборчику. Но это явно то, что не каждому вкладывают. А это чисто мне, наверное, такой новогодний подарок. Как приятно. И мне прям даже неудобно. Так, что у меня здесь по моим заказам, да. Ты-ты-ты-ты-ты. Ну что, из-за чего началась сыр-бор вообще заказ с этого магазина. Что у них была распродажа. И я увидела, что у них был в наличии воск. Вот этот. На тот момент, когда этот было, у меня еще было только два воска от Примы. Или три. Вот мои единственные, да. У меня от Примы есть вот такой. У меня от Примы есть вот такой вот. Но это тоже был в этом тюбике. Я просто его пересыпала, перелила, да, как сказать. Матовый браун у меня тут коричневый, да. Русти браун, вот. В такую банку из-под Пайета. Кстати, не засыхает. У меня, кстати, тут неплотно, кстати, закрыто. Вот. И третий у меня вот такой вот в баночке. На тот момент я решила, что я буду покупать воски от Примы. И, собственно, заказала здесь. И заказала в закупке еще один. Но потом я попробовала воски от фрактальных красок. И теперь я даже не знаю. Мне нравится воск от фрактальных красок. Они удобны в баночке. Вот. А эти, я даже не знаю. Я вот сейчас думаю. Вот эти вот. Я прям смотрю. Мне хочется всю линейку у них купить. Мне нравятся они по текстуре. Не хуже Примовских, а может быть, даже лучше. Я не разбираюсь особо в этой теме. Я сужу вот так, как я пользовалась. Да. Вот. По крайней мере, вот этими восками, что я вам показала. И мне удобнее вот эти. И по текстуре они как-то помаслянистее. Лучше ложатся, что ли. Не знаю. Ну, короче. Я вот теперь думаю, вскрывать ли мне эти воски. Теперь думаю, вскрывать ли мне эти воски. Или перепродать их. Ну, вот, кстати, мятного я у фрактальных красок не видела. Минт Спаркл и Грин Броссет. Как-то вот, видите, почти оба зелёных я взяла. Не знаю. Я сейчас подумаю, открывать их. Или, может быть, я, кстати, на подарочки кому-то оставлю. Да. Продавать всё равно будет невыгодно. Я дороже же не продам. Ой, не знаю. Подумаю, что с восками этими делать. Видите, как сначала увлечёшься, а потом поймёшь, что не твоё. Ну, ничего страшного. Я не говорю, что они плохие. Просто мне вот в тюбиках не так удобно. Я нашла для себя более удобный формат, да. Дальше. Из наличия я взяла, точнее, из закупки я вот эту вот подушечку. Иногда хочется от штамповки прям нюансно. Можно, конечно, чёрный сделать оттиск, а потом вторым оттиском сделать. Но это всё равно не то. Вот. И хочется прям такой нюансно-серый оттиск. Вот. На Shadow Grey. Вот эту вот сейчас откроем, попробуем. Эту открывать не будем. У меня есть подобная подушка. Даже две. Одна вот такая маленькая. Но она у меня лопнутая, самая первая. И она у меня такая, я её использую для тонировки. Потому что она уже подсохла. И штампинг ей не хорошо получается. А вот где-то потонировать чуть-чуть чёрным. Самое то. Со сломанной подушкой. И такого же плана от этого же производителя есть просто большая подушка. Она там 15 на 15, что ли, или 13 на 18. Вот. Эту я взяла, потому что она была в наличии. Не сильно дорого. 300 с чем-то рублей, по-моему. 390, может быть, рублей. Вот. На подарочки. Вот это точно у меня пойдёт. Поэтому открывать не будем. Штампинг я также взяла на подарочки кому-то. На подарки я имею в виду, что периодически я где-то либо розыгрыши устраиваю, либо участвую редко, но бывает где-то в совместниках спонсором. Дарю, собираю подарочки в моих совместниках где-нибудь или в группах. Я розыгрыши устраиваю, да. Поэтому у меня какой-то запас есть подарочков небольших. Я так то там что-нибудь возьму, то там, то там. И потом собираю какую-то коробочку вдохновения, да. Что и этот... Девчонкам с вами, подружкам тоже иногда из этого всего дарю. Дальше. Из закупки, когда пришли, я взяла Нуво. Они, по-моему, тоже что-то не сильно дорого стоили. Мне нравятся эти дотсы. Кто-то жалуется, что они слишком густые и остаются пирамидками. У меня, не знаю, такого проблемы нет. У меня есть прозрачные, розовые и белые. Не скажу, что я ими часто пользуюсь. Нет, не часто. Но, несмотря на то, что вот этому у меня дропсу, дропсу, уже года три с половиной или четыре. Еще скраб-подружка, мне кажется, мне присылали их. Мне кажется, да. Может быть, и прям первые посылки или из скрабопотами. Но они очень-очень долго не сохнут. Все с ними в порядке. И тут вот такие цвета вкусные были в наличии. Я думала, эх, возьму. Вот такой зеленый оставлю себе точно. И вот такой вот кремово-бежевый. Такой цвет богатый. Тоже сейчас попробуем с вами. Что еще здесь? Здесь еще один штамп я взяла. Видите, два раза я из наличия брала. Хорошо, что я тут разные штампы взяла. Но все равно на подарки будут, да? Вот. Примские штампы всегда здорово дарить, да? Как бы от примы подарок. Но, тем не менее, они стоят обычно 150 рублей. И достаточно универсальные. У них всегда фоновые. Я тут откладываю то, что на подарочки. Так, дальше, дальше у меня здесь кружево. Это вот во второй раз, по-моему. И не только кружево. У меня вот это вот кружево вообще закончилось. И уже нигде что-то я... А специально кружево покупать неохота. Там в каких-то магазинах кружевных. Потому что у меня, в принципе, остального кружева много. А вот такого фрагментарного нет. И тут было в наличии... Я тут взяла метр. Вот такой. Кстати, не блестит. И набитый достаточно. Хорошее качество. Еще я увидела... Ой, запах какой-то не очень. Да, это от кружева. Ой, фу. Вот. Ленточки. Это от May Arts. Вот эти вот пупырки. Я так давно искала такого маленького формата. Их... Вот. Не знаю уж, пойдет их делать. Да, наверное, пойдет их делать. Вот они так расправляются. Я думала, они сверху сидят на ленточке. Нет. Их можно и вот так вот расправить. На каптальчики. Да, какие-то небольшие. Пойдет. Вот. Вот их много. Оказывается, у May Arts. Много таких ленточек. Еще и разноцветных. И они прям маленькие. Вот эти вот шишечки. Ну, прям, наверное, 4 на 4 миллиметра. Потому что обычно с Алиэкспресс такие гигантские придут. Там не угадаешь, какой придет. Вот. А здесь прям круто. Ура! Ура! Их приобрела. Еще можно вжарить птицы. Не всегда. Но есть на сайте прям написано пол-ложка пудры от Stampendus. Да? Stampendus или Stampendus? Stampendus. Вот такие вот пудры. Вот. Я взяла для разнообразия. Обычно они такие же вон большие. Их медленно тратятся. Я взяла, чтобы немножко здесь вот Age Aqua Frentage. Как-то так мне подписались с голубым. Голубое, золото. Сейчас тоже попробую запечь. А здесь белое с голубым. Белое, золото и голубое. Ну, вот. Может, так будет видно. Просто, чтобы были... Там они тоже по ложкам, по-моему, по 5 грамм. Что-то такое. Недорого стоили. Ленточки от Майярд взяла. Немножко про запас. Ну, и вот тут бумажка. Давайте я уберу коробочку. Бумажка, бумажка. Которую я брала здесь по листу на всю. Но, видимо, на распродаже. У них, кстати, постоянно есть, по-моему, на сайте раздел с распродажей. Там прям хорошая коллекция. Можно хороший товар найти. Кстати, вот как я говорю, воск. По-моему, я там по распродаже вот это брала. Можно даже ценное посмотреть. У меня, кстати, есть ведомости. По чему я брала воск. Воск. Да, 490 рублей вот этот я брала. Вот. А второй был на закупке. На закупке. Вот. Подушка 395. Дропсы 245. Воск. А здесь не подписано. Вот. Ну, неважно. Где-то так же. Вот этот листочек. Мне кажется, я его где-то еще заказала в каком-то другом магазине. Потому что я так смотрела, он у него, думаю, я вроде где-то заказывала. Но точно не помню. Возьму на всякий случай. Очень, видимо, он мне понравился. Не знаю, мне кажется, как и фотофон будет круто смотреться на фотографиях. Потому что, ну, как будто какая-то, какой-то шедоу-бокс лежит, да? С цифрами. Прикольный мужской. С обратной стороны здесь кружево вот такое. Это и без студио, да? Дальше Крафт Уклок. Ой, с Крафт Уклоком. У них сейчас день рождения. Я видела у них свет самочки в дизайн-команде. Вот. И она выкладывала, что у них задания. И там призы крутые. Я хотела поучаствовать у них. Вот. Кстати, вот тут я забыла, что взяла. В каком-нибудь задании. Я у себя нашла в наличии только один листочек от Крафт Уклок. Вот у меня здесь рядом лежит. Вот. Вот такой, кстати, высечки подойдут. Вот. И я, короче, такая вечером увидела задание. Нашла всего один лист. Думаю, хочу поучаствовать где-то в иностранном каком-то задании. Заказала в другом магазине еще Крафт Уклок. А вот видите, как кажется, здесь было пару листочков. Раз. А потом я вспомнила, что я пока еще в дизайн-команде. Пятница 13. И не знаю, это будет ли уместно или нет. Надо спросить у них, если я буду участвовать. Это же тоже польский бренд. Вот. Что здорово, что совпали у меня вырезалки. Вот видите, прям один-один. Можно какую-нибудь страничку сделать. Крутые вырезалочки. Плотная бумажка. Ну, по-моему, польская вся бумажка плотная. 250 град. Чай тоже мне нравится. Вырезалки односторонние. И вот такой еще листочек. Вот. Красивый, фоновый. Не знаю, что за коллекция. Может быть, даже одна и та же. Похоже. По стилю. Вот. Тоже плотный листочек. Дальше. Здесь что? Лемонкрафт. Ой, какие они симпатичные. Я, наверное, только для вдохновения взяла. Почему-то вот такие принты. Что-то трогают в моем сердце. Такие деревенские кантри, цветочки. Что-то есть. Наверное, я потихоньку становлюсь бабушкой. Да? Уже огурцы у меня сейчас в ноябре проклюнулись на подоконнике. Видимо, вот такие занавесочки пора прикупить. Но очень мне нравится. Еще нравится, что она так потонирована по краям. Не знаю, для чего, но применю. Применю куда-нибудь. Для Монкрафта, видите, сразу два листочка взяла. Еще, наверное, из этой же коллекции. Да? Да. Saints and... Не буду коверкать. Все. Название, вы видите, коллекции. Вот такой. С обратной стороны вот это, наверное, из-за полоски больше взяла. Такой фоновый, красивый. И это, наверное, тоже из той же истории. Нет. Другое. Тоже для Монкрафта. Но коллекция другая. Но, мне кажется, тоже хорошо сочетается. Так. Здесь еще что? AB Studio. Похоже на ихние принты. Вот с этими всякими штуками. Такие крупные. Да, и AB Studio. Наверное, тоже взяла из-за вот этого вот циферблата. Хорошо на фотографии будет смотреться. Такая плотная. Ой, а здесь домики. Да, эта коллекция у меня одна из самых залежавшихся в наличии. Которые я уже никуда не продаю. Но уже года два с половиной или даже три она у меня лежит. Она у меня в формате 15 на 20. И много листочков по листну большого формата. Больше, по-моему, ничего нет из декора. Но я по-прежнему не теряю надежды, что я когда-нибудь сделаю с ней какой-то альбом. Но вдохновение потихонечку, ну, к ней проходит. Но я все равно ее никуда не продаю, потому что она классная, крутая. И вот эти вот дома. Я их уже немножко потратила. Я делала серию АТС, да, наверное, три года назад. С мини-альбомчиками. Там я домики как раз эти делала. Чуть-чуть потратила. Думаю, ой, здесь есть наличие, доберу. И последний листочек. Вот этот вот от Минтай. Красивые у них новогодние вырезалки различные. По-моему, еще одна какая-то коллекция есть похожего плана. Ну, взяла на всякий случай. Может быть, для открыток каких-то что-то такое. Вот. Ну и давайте сейчас посмотрим бумажную коллекцию, которая мне в подарок пришла. И потом потестим пудры хотя бы, подушечки и вот дропсы. Так, коллекция от Зои Дизайн, наверное, правильно произносить. Я в том обзоре произносила Зола. Почему-то мне так было удобней. Хотя я слышала до этого, что Зола. Фу, Зоя. Вот. Что здесь? Здесь у нас 190 грамм сама бумага, 250 грамм вырезалки, 7 двухсторонних листов плюс бонус. Вот так. Закончился у меня заряд на лампочке кольцевой. Что? Надеюсь, сейчас хватит. Начала, закончила. Я точнее с коллекции. Пф, все, мысли спутались. Так вот, Зола, Зоя, Зоя Дизайн. Лена, Зоя Дизайн. С обратной стороны вот такие вырезалки. Достаточно, конечно, крупноватая елка вообще с моей ладонь. Но зато она без каких-то либо вот таких вот веточек. И легко ее будут вырезать. И уже на ней сделать какую-то композицию объемную. Опять же, цветы новогодние, эти зимние. Вот эти вот апельсинки симпатичные. Печать вообще нравится мне. Качественно сделана, без размытий. Вот даже на лошадке видно, что она деревянная. И какие-то вот такие вот деревянные прожилки видно, да? Симпатичный домик. Вот, баночки. Все такое интересненькое. Так, сама коллекция опять вот с этими типа гномами. Но как-то они по-другому называются. Симпатичные, да? Тут и звездопад. Можно, в принципе, обрезать как фоновый. Лист использовать даже на альбом 20 на 20. А вот эти вот вещи все повырезать. Использовать прям композициями. Либо вот так обрезать, да? Вот, декор тут особо не притягивает какой-то конкретный элемент, взгляд, да? Вот. Ой, с обратной стороны такие игрушки симпатичные. Вот. Ой, здесь девчушка, смотрите. Какая классная. Здорово, да? Прямо, мне кажется, можно детский такой зимний альбомчик сделать. Маленький, вот именно с новогодними фотографиями, с распаковкой подарка. Может быть, с адвентом. Здесь такие гирлянды красивые. Вот. Спокойные цвета. Но, видите, и намек какой-то на микс медиа есть. Вот подобного плана, да? Принт. Только на нем еще накидали композиции. Опять девчушка здесь сидит под елкой. Красивая. Ну и все те же самые элементы, подарочки, что-то такое. Так, сюда. Здесь тоже большой текст. Такой крупной снежинки. Вот такие элементы здесь. Тоже игрушки на елкой, да? Красиво смотрятся. Здесь вот такие игрушки. Немножко у Зои Дизайн есть такое, что прям видно, что это клеп-арты. И что прям вот графика компьютерная, да? Нет такой иллюзии, что прям нарисован лист. Но вот это такие мелочи небольшие, да? Вот такой лист большой с пуансетиями красивыми. Тоже печать отличная. Все пропечатано. Мне нравится. Тут такой вот звездопад, да? Что такое? А, еще зимний лес. Вот елочки тут проглядывают. Так, еще девочка тут уже гуляет в лесу. Тоже с фонариками такими симпатичными. Много элементов. Прям не видится. Какой-то такой миник детский. Зимний. С большим количеством декора. А вот в резалке, как и было написано, 250 грамм плотности. Хотя здесь написано почему-то 190 грамм, да? Но я чувствую, что она не плотная. Прикольные. Здесь вот только елка. И то она не скажет, что может быть такая огромная, как там. Гномики эти. Девочка опять та же самая. Сапоги. Вот. Совсем маленьких элементов нет. Вот только пару штучек. Штучик. Вот. А и в основном средние элементики. О! Блин, они двусторонние. А, ну хорошо. На обложке были вот эти вырезалки. Все. Значит, я вот эти вырежу, а там те. Вот такой наборчик. Спасибо большое. Магазин. Он за такой подарок. Мне новогодний. Обязательно сделаю какую-нибудь работу. Надеюсь, что в этом году тоже успею. Что, здесь пока у меня выключалась лампа, я потестила пудру. Вот. На чипборде. Вот шебе блю. Вот с этой стороны. Видите, она белая. Немножко с голубым отливом. Да. А вторая. Эйдж, аква, фрэнтедж. Что-то такое. Вот такая. Получается, здесь основа голубая и золото. Ну, надеюсь, что видно. Да. Здесь основа белая. Опять немножко золота и голубого. Ну, такие для разнообразия. Вот это, мне кажется, хорошо будет прям в зимней работе. Такие вот светленькие. Вот эти, в принципе, вот это тоже можно в зимней. Но такие уже помрачнее. Как раз вот к подобному плану цветочкам. Да. Вот. Ну, красота будет. Мне нравится. Так. Еще я тут потестила уже и подушку. Смотрите. Вот такая штамповка получилась. Ну, как всегда, архивные чернила хорошо штампуют. Это у меня вот штампик из последней коллекции. От пятницы, которым Time to Relax коллекция. Вот просто штамповка вот этой подушечкой, да. Вот цвет напишу. Shadow grey. Shadow. Это тень. Серая тень. Что-то такое. Нет. Неправильно перевела. Вот. А здесь я сравнила с черной подушкой. Вот видите, какая у меня огромная подушка с черной. Вот именно для таких эффектов, когда именно какая-то тень идет и создается вот такой небольшой объемчик. Вот. А это оттиск второй раз. То есть, вот один раз я темным, но черный отштамповала. И тут же второй раз вот получился... Ну, очень похоже, да. Но тут неравномерно, потому что где-то у вас краска осталась, где-то нет. Ну, может быть, это плюс, а может быть, и минус. Ну, в общем, чтобы так не заморачиваться, я взяла дополнительную подушку для таких вот отштамповок. И, может быть, для тонировки. Где-то нужна именно серая тонировка, а не черная. Вот. Подушечка. И эти... Как их? Дропсы. Да? Дропсы они называются. Ну, вот. Кристалл Дропс, да. Ой, мне очень понравились цвета, на самом деле. Они еще не застыли. Я буквально пять минут назад их сделала. Вот видите, достаточно кругленькие. Они всегда хорошо держат объем. Просто, наверное, когда старше этот дропс, то он еще гуще становится. Вот этот прям вообще такой оливковый. Оливковый-зеленый. Красивый цвет. Мне кажется, даже он немножко прозрачный. Может, потом высохнет будет по-другому. Я, если успею, услежу на этапе монтажа, прикреплю вам фотографию, все будет отличаться, да. Как это выглядит при высыхании. А этот прям залит цветом, как будто, знаете, какая-то пудра, да, косметическая, что-то такое. Что мне нравится у НУВО, у них очень тоненькие носики, видите. И очень легко наносить эти дропсики. Ну вот, капельку поставила. И вот она сделалась таким крючком. Не знаю, у кого там делается она этими пирамидами, потому что вот, вот. И она сам выравнивается ровненько. Сейчас покажу вам свою самую старую, белую. Эту дропсину. Вот. Я говорю, ей уже три года минимум. Кстати, они не забиваются. Забиваются. Не знаю, как так устроено. Вот глосси всегда забиваются, да. Так, ну вот тут, видите, чуть-чуть погуще. И то она выравнивается. Не знаю, мне нравится. Я прям ставлю на работах обычно эти капельки. Видите, можно любой размер прям мини-мини-мини-мини поставить. Вот такие вот капельки. Где-то, например, на цветочках. Вот. Они тоже будут так объемненько выглядеть. Мне нравятся такие дропсы. Вот. И как я сказала, вот этой вот три года. Она у меня не забивалась ни разу. Вот. Ни разу я там ни иголкой, ничего не чистила. Не знаю, как они устраивают эти вот бутылочки. Но красиво. Вот этот вот цвет прям такой шикарный. Он как будто немножко, да, видите, с мерцанием. Ну, как будто вот прям пудра. Пудра для лица какая-то. Или как она называется, да? Косметическая. Вот. Красивая. Что, на этом всё. Оставлю ссылочку тоже на магазин сжар-птиц. У них там тоже часто походят закупки американские, распродажи. Вот. Что-то такое интересненькое. Можно прикупить себе в наличии. Видите, разные есть производители. Ну, а я рада, что вы со мной. Пишите. Пишите про Анины цветочки. Какой наборчик вам больше понравился. Я думаю, Аня обязательно будет смотреть обзор. Ей будет важно узнать, какие сейчас актуальные цветы. Каких вам не хватает. Потому что понятно, что бежевые, розовые это всегда актуально. Но вот мне, например, часто не хватает зелёных. Да, зелёные цветы тоже требуются. И они как-то нечасто в наличии бывают. Вот. Такие вот тоже крутые цветочки. Что. Рада, что вы со мной. Побольше времени вам на скраб. И пока-пока.